Об этих и других событиях расскажем подробнее в прямом эфире. С вами Алина Марычева. Здравствуйте! Провокаторы пугают жителей области. После Брянской трагедии, когда 14-летняя Алина расстреляла одноклассников, в телеграм-каналах были созданы анонимные группы. В них заявлялось, в детских садах и школах пройдут теракты. Информация в выходные публиковалась страшная. О том, что в наличии у преступников сотни патронов для дробевиков, пистолетов, есть гранаты и квадрокоптер со взрывчаткой. Были также размещены фотографии оружия, рюкзаков, банок со смесью. Есть множество причин предполагать, что это очередная провокация. Фото из сети интернет. К тому же, точно такими же постами пугали и в других городах. Но родители есть родители. Мы располагаем сведениями, что некоторые отказали свести детей в школу. Утром в понедельник ивановская группа пестрила страшилками о расправах. Так, в 10-м часу был выложен пост. Проник в 95-й сад на фото, коридор и пистолет. Мы отправились в этот сад. Там уже находился полицейский патруль. Здание осмотрели, ничего не было обнаружено. Эвакуация не потребовала. Сад продолжает работать в обычном режиме. Кстати, выложенное фото не из этого учреждения. Под угрозой оказались еще суды, аэропорт, десяток школ. Например, четвертое. Эти кадры сделаны через два часа после сообщения о закладке туда химического токсина. Как мы видим, все спокойно. Кто стоит за угрозами, пока неизвестно. Правоохранителям еще предстоит выяснить все обстоятельства.